На горнолыжном склоне Мельничной собрались приверженцы гигантского слалома. Они выстроились у начала спуска, чтобы затем проскользить по трассе до финиша. В кубке в СМПО по горнолыжному спорту принимали участие спортсмены разных возрастов и разного уровня мастерства. От самых юных и начинающих до самых опытных и титулованных. Честно говоря, я в соревнованиях не участвовала уже более 10 лет. И как-то страшновато. Ну а так очень хорошо организовано. Единственная погода с одной стороны, хорошо теплая погода, но для горы чуть-чуть неудобно тает. Но несмотря на кабризы уральской погоды, лыжники неслись со скоростью ветра. Николай Малков, физорг цеха 32, облачившись в горнолыжное снаряжение и преодолев внутреннее сопротивление, помчался по извилистой трассе. Стоял перед регистрацией минут 40, думал регистрироваться, не регистрироваться. Потом, ну как-то не уверен в себе был, не готов. Первый раз тем более участвовал в таких соревнованиях. А потом, когда прокатился? Ну прокатился, почувствовал, что смогу, встал и поехал. На протяжении нынешнего сезона на горе разгона велись строительные работы, которые вмешались в график соревнований по горным лыжам. Наконец-то состояли соревнования по горным лыжам. То есть прошел на мельничный кубок по горным лыжам работников корпорации. Это событие было перенесено с февраля из-за того, что у нас велся ремонт горы разгона. И на другом склоне организовать соревнования было не то, что проблематично, просто сама площадка торможения была очень короткой, и не все горнолыжники, любители горных лыж могли бы справиться с этой задачей. Поэтому коллегиально было принято решение провести соревнования по завершению ремонта горы разгона. С окончанием ремонта мы произвели все технические наладочные работы по пуску подъемника горнолыжного. Настреляли необходимый объем снега. И вот к радости и к счастью любители горных лыж запустили склон для проката. Две попытки и ни одного падения. Все 32 спортсмена успешно прилетели к финишу. Лучшее время показали Андрей Капралов, слесарь-ремонтник цеха 32. Самой быстрой стала Екатерина Рукавичникова, секретарь-референт цеха 12. В командном зачете золото получили горнолыжники из 51-го цеха. Серебряными призерами стали спортсмены из Кузнечного 22-го цеха. Тройку лидеров замкнула сборная цехов 12-го и 65-го. После состязаний в Славаме заводчане встали на сноубордические доски, продемонстрировав свое мастерство в этом модном виде спорта. На первую ступень педестала почета поднялась команда цеха 35. Второй результат показали спортсмены из цеха 60. Продолжение следует...